Здравствуйте, в эфире очередной выпуск программы «Красный угол» Калужского обкома КПРФ, точнее, медиа-центра Калужского обкома КПРФ. У нас в студии сегодня я, Виталий Чарников, и уже традиционный такой наш разговор с первым секретарем Калужского властного комитета партии Николаем Минчим Бутриным. Еще раз напоминаю, он же является председателем фракции КПРФ в Законодательном собрании, естественно, и депутатом Законодательного собрания. Он же является председателем комитета по законодательству Законодательного собрания Николаем Минчим Бутриным. И вот наш разговор сегодня будет касаться этих двух статусов. Ну, во-первых, у нас... Да, здравствуйте. Здравствуй, Виталий. Здравствуйте, дорогие товарищи. Виталий, конечно, мне очень интересно с вами всегда беседовать, поскольку вопросы идут не каверзные, вопросы идут от души, и которые нацеливают как бы выяснение, а как наша партия на самом деле сегодня развивается, как она работает с населением, какие оказывает услуги населению, и как, в общем-то, в целом взаимодействовать. И все это направлено на развитие экономики, социально-экономической ситуации в Калужской области, без всяких, как бы сказать, извинить такое слово в кавычках, подвоха, чисто откровенная беседа. Ну вот, у вас прошла, я так понимаю, такая итоговая, ну, подводящая некие результаты работы, 36-я областная партийная конференция, вот буквально на днях она прошла. И, насколько я понимаю, она уже выложена в сеть, она в прямом эфире была, вот, кстати, по этому поводу, что можно сказать, что теперь, как, почему вдруг вы решили в прямой эфир выкладывать конференцию? Виталий, да, действительно, у нас прошла 36-я отчетно-выборная конференция, буквально в субботу, вот, прошедшую субботу. Ну, во-первых, мы решили, как бы сказать, напрямую этим взаимодействовать с населением Калужской области, чтобы население Калужской области видело, что и себе представляет коммунистическая партия Калужской области нашей, кто в нее входит, какими она вопросами занимается, какие чаяния она решает жителей нашей Калужской области, кто в состав, допустим, входит областного комитета, бюро областного комитета партии, а в частности, мы сейчас большое внимание уделяем молодежи. Вот за отчетный период было принято более 200 партию человек, калужан, из них примерно где-то одна треть это молодежь. 200 человек будет? Да, 200, ну, это за два года. Ну, серьезно, да, немного. О, да, и где-то одна треть из этого это молодежь, потому что мы понимаем, без, как бы сказать, участия молодежи в нашей областной партийной организации, мы не будем иметь тот, как бы сказать, успех работы нашей областной партийной организации, потому что надо омолаживать, надо молодежи доверять. Мы сегодня, ну, естественно, эволюционно идет же период убытия, правильно ведь здесь, что скрывать? Где-то когда-то... Всем смертным. Да, когда-то и мы, но мы же должны подготовить людей, которые также будут продолжать деятельность и коммунистической партии Российской Федерации, и нашей областной... И саму идею. Да, да, и саму идею. А идея-то, она, в общем-то, в принципе, проста. Это делать добро людям. И чтобы людям жилось как можно от дня в день лучше, и чтобы они, как бы, не имели никаких побочных забот, кроме того, им создавать условия трудовые, жилье и все остальное. Для саморазвития, для всего. Да, ну, с другого. А вот скажите, а как восприняли участники конференции? Все-таки это новый формат, когда камеры стоят, когда все это идет в интернет. Как они восприняли вот этот новый формат? Позитивно или как-то настороженно? Ну, вы знаете, сейчас технология развивается. Это не то, что 30 лет назад было, когда это было новшество. Сегодня это, как бы, не ново для всех. Но единственное только, что они поняли, что областной комитет партии уделяет этому направлению очень большое внимание. Очень много приложил сил для развития технического, для приобретения аппаратуры и прочего всего остального. Вот. И они это оценили по достоинству и сказали, что да, что если мы дальше не будем развивать это направление, у нас, как бы, не будет того авторитета. И мы не сможем дойти до всех жителей Калужской области. Ногами не дойдешь. Хотя нужно обязательно. А СМИ все-таки не дают вам особо разговаривать? Ну, естественно. Ну, надо же понимать, есть оппозиционная партия, естественно, правящая партией Единая Россия. Естественно, вряд ли она будет нас постоянно допускать к СМИ, как сама использовать. Хотя это государственные и на бюджетные деньги все происходит. Это за счет налогоплательщиков. За счет налогоплательщиков. И в то же время я тоже являюсь, как бы, как физическое лицо, как налогоплательщик. Какое они имеют право мне воспретить, вроде бы, если они пользуются сами. Вот. Понимая все это, мы решили развивать свои СМИ. Ну, я так слышал, так край муха, конечно. Слышал, что у вас была проверка из ЦК, и они тоже позитивно оценили вот эту работу, которую вы начали? Да, естественно. Они немножечко были удивлены и сказали, что да, в некоторых случаях вы нас опередили. Я имею в виду, а ведь проверка была и секретарей других региональных отделений. Это было с Пензы, это было с Орла. Они посмотрели и были удивлены. Да, у вас, говорит, сделано то, что у нас этого нет. И помещение само по себе. Ведь, действительно, у нас сегодня офис, который позволяет практически в течение всех суток проводить и принимать здесь общественность в любом формате, проводить совещания. А вот, кстати, по этому вопросу. Я сам здесь несколько раз участвовал, не в партийных ваших мероприятиях, а здесь собирались и предприниматели, и ТСЖ собирались. То есть, это у вас принципиальная позиция открываться вот так, ну, другим, другим... Но это не только принципиальная позиция, это человеческая позиция. Мы должны, а мы же ведь друг друга сегодня здесь собрались не враги. У нас единая цель. Как лучше сделать, чтобы социально-экономическая ситуация в Калужской области развивалась, чтобы уровень культуры поднималась. Вот. А для этого надо взаимодействовать со всеми слоями жителей Калужской, со всеми общественными организациями. Чего от них скрывать? Чего скрывать от народа? Если люди видят, что мы в правильном направлении, они поддерживают. А если где-то мы немножечко в сторону свернули, они нам тоже подскажут. И мы должны обязаны прислушаться к этому. А если мы закроемся от всех с занавесю железной, смысл какой? Вообще, зачем тогда нужна наша партия будет? Ну вот смотрите, вы раньше-то в гуще народной присутствовали. Но сейчас, когда вы раскрываете еще таким образом, вы получаете намного больше информации о проблемах, о запросах, о потребностях граждан. Вот теперь перейдем к проблеме бюджета, который стоит. Я вот сейчас здесь немножечко чуть добавлю. Не то, что мы раскрываемся. У нас сегодня в нашей КПР, она наработала ряд документов, которые направлены на улучшение той экономической ситуации, которая сегодня сложилась у нас в Российской Федерации, в том числе и в Калужской области. Вот сегодня, ведь только наша фракция в Государственной Думе разработала закон о промышленной политике и размещении производительных сил. Мы это должны довести до народа, чтобы люди поняли. Если они поймут, поддержат, это даст толчок к развитию нашей экономики. То есть, мы же напрямую выйдем тогда к людям. А так, без использования смеси, вряд ли мы дойдем до каждого жителя Калужской области. Но это одна сторона вы передаете им свою информацию. Но я так понимаю, вы и получаете информацию. Но мы еще, и не только свою информацию передаем, мы еще до населения доводим, что из себя представляет КПРФ. Как она работает в направлении исправления всех перекосов в экономике. Что предлагает. И как она дальше будет решать эту проблему. Мы дальше показываем, что сегодня есть у нас те кадры потенциальные уже КПРФ, которые способны сегодня, и партия способна взять на себя всю эту ответственность. И ту бремя власти, которая сможет вывести страну на более высокий уровень развития экономики. В Калужской у нас партийной организации тоже. Вот у нас молодой Яковлев, который мы сейчас готовим, он будет у нас работать в молодежной среде. Это преподаватель, возраст у него 42 года. У нас чем плохой сегодня министр сельскохозяйства, это Яшкин Николай Иванович, который с молока матери вырос и с корней населения. Он знает, но его подыми даже ночью. Если вы как бы поддержите эту идею, мы сделаем с этими людьми отдельные программы. Почему? Мы для этого с вами сегодня и создаем, чтобы люди посмотрели. Ведь, как говорят, надо выставить свой товар, а уже этот товар, люди посмотрят, скажут, да, стоит или не стоит. Вот вопрос. Я вас добью все-таки. Добивать мне не надо. Извините, я должен долго жить. Сколько мне отвела природа позволено. Я добью в программе. Да, я понимаю, я понял, я понял все. Мысль о чем? Все-таки вы так скромничаете, но вы же получаете информацию от людей еще. Встречную. Абсолютно. И вот с этой точки зрения, насколько бюджет областной сегодня соответствует запросам людей, которые вы воспринимаете? Вот вы ознакомились с этим бюджетом. Перед вами выступали там. Ну, я хочу сказать, не как люди воспринимают. Ведь, во-первых, сегодня, вот вы посмотрите, 30% населения живут за чертой бедностью. Это уже без бюджета они живут. Понимаете? Значит, нам уже говорить о том, что та социально-экономическое развитие Российской Федерации, в том числе и Калуськой области, она не в том ракурсе движется и не в том русле. Это как Лакмусова-Бувашка, который говорит, что да, и та же демографическая ситуация. Сегодня ведь мы, посмотрите, с 91-го года по 2014 год так и не настроили, чтобы у нас демографическая ситуация была. То есть, у нас что получается? Что сегодня смертность превышает рождаемость. А это опять указывает и в Калужской области, и в стране. И это четко указывает, что да, что-то не в том направлении. Сегодня отстроена экономика. Не та политическая ситуация, которая позволяет... Это социальная сфера, что это не так? Да, социальная сфера не то. Так вот, если бюджет посмотреть, я хочу сказать, что сегодня наша Коммунистическая партия, Российская Федерация, она говорит четко, что та сегодня либеральная, проводимая политикой правительством, она ведет в никуда. Она не даст толчок развитию экономики нашей Российской Федерации и не позволит улучшить социальное положение граждан. Если мы сегодня только живем на одной сырьевой игле, а промышленность не развиваем. Ну вот бюджет, если посмотреть Калужской области. Ведь Калужская область, она не отдельный какой-то государство. В государстве она с основной частью является Российской Федерацией. Если бюджет Российской Федерации, я только по трем точкам назову. Значит, образование на 34 миллиарда он сегодня уменьшен по сравнению с прошлым годом. На 114 миллиардов здравоохранения урезано, на 125 миллиардов урезано ЖКХ и так далее. Это что, даст на развитие? Не даст толчок на развитие. А Калужская область у нас сегодня бюджет 34,6 миллиардов рублей. И я вот когда посмотрел, и вот мне сегодня пришла мысль такова. За 4 года он так и остался вот на этой цифре. Только что меняется внутреннее распределение по статьям. Вот сегодня, допустим, по ЖКХ он урезан практически на 1,6 миллиарда рублей. Образование, оно урезано на 500 миллионов. Дорожное строительство на 500 тоже миллионов. Здравоохранение вообще на 2 миллиарда. И урезали это что? Чисто здравоохранение и стационарное лечение. Понимаете? Хорошо, вот смотрите. А образование, когда урезали на 500 миллионов, и что там урезали? На что? Среднее образование, профтехообразование, дошкольное образование, общее образование. Это что? Значит, в дальнейшем что? Это будет родители где-то что-то. Сейчас же школу сокращают, что оптимизируют. Понимаете? Вот это все. То есть как можно сегодня этот бюджет поддерживать? Но самое-то главное, что здесь нет ничего в этом бюджете на развитие экономики. В Калужском области на развитие экономики. А почему у нас же регулярно? Вот те инвестиции, которые, они сегодня идут у нас только однобоко, в одну сторону. Понимаете? Так нельзя. Я давно говорил, и постоянно я говорил, что... Анатолий Дмитриевич, да, хороши инвестиции, хороши, но они должны быть пропорционально. Часть это должно быть направлено. Вот те иностранные, которые в предприятии приходят, но мы и должны уделять своему исконную промышленность. Потому что те только выгодно прибыль и не более. Они больше перед глазами, у них ничего нет. А вот те, которые наши, будем наши предприятия развивать, они будут заботиться о социальной сфере. Ну, слушай, слушай. Губернатор слушает вас. Ну, мы сегодня практически вот по этому бюджету доигрались в экономику. Я говорю, что нам экономика нужна реальная, а не экономика с протянутой рукой. Ведь есть пословица, говорит, берешь в долг чужие, отдаешь свои и навсегда. Это сегодня экспансия идет зарубежные страны. Я слышал, что вчера губернатор выступал перед Единой Россией и сказал несколько слов о том, готов ли он работать с оппозицией. Что вы по этому поводу можете сказать? Вот это меня вообще удивило, и я настолько не могу без возмущения здесь сказать. Ну, что это такое губернатор? Это высшее должностное лицо Калужской области, который должен аккумулировать и работать со всеми общественными организациями Единая Россия, не Единая Россия и все остальное. И вести с ними диалог. А он заявляет, когда сказали, а будете ли вы встречаться с оппозиционной партией по бюджету? Он заявляет. Вот если они не будут выполнять выше своих стоящих руководителей, то есть Центрального комитета от Коммунистической партии, я не должен выполнять, значит, вот тогда я найду с ними возможность встретиться. Это что такое? Это о чем говорит? Это быть автократия. Ну, разве так кто делает? И потом, я бы хотел услышать, чтобы Анатолий Дмитриевич сегодня отказался бы от решения своей партии Единая Россия и в новом экономическом социальном ракурсе настроил экономику Калужской области. Вот давайте на этих, как бы сказать, правах давайте и будем встречаться тогда. Отлично. Я думаю, что вот это очень хорошее завершение нашей сегодняшней программы. Мы встретимся еще раз уже, когда бюджет начнет обсуждаться с серьезными депутатами. Да, мы сделаем отдельную программу. А в заключение тоже хочу сказать, желаю всем крепкого здоровья, творческих успехов. И я думаю, что сегодня Коммунистическая партия, она именно настроена на тот ракурс, который был бы направлен на благополучие социальных жителей нашей Калужской области. И мы готовы и будем все делать для того, чтобы отстаивать их права. Спасибо за внимание. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Всего доброго. В студии был первый статус Калужского обкома КПР Николай Мичбутрин. И я, Виталий Черников, за техникой Дмитрия Мартышенко. Спасибо. Спасибо, Виталий, за беседу хорошую.